МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По порядку все планеты назовет любой из нас. Раз – Меркурий, два – Венера, три – Земля, четыре – Марс, пять – Юпитер, шесть – Сатурн, семь – Уран, за ним – Нептун. Он восьмым идет по счету. А за ним уже потом и девятая планета под названием Плутон. С Днем космонавтики, дорогие друзья! Но сегодня мы будем говорить не о космосе, точнее, не совсем о космосе в прямом его понимании. Как же запустить свою внутреннюю ракету и решиться изменить свою жизнь на 180 градусов и начать с новой точки отсчета? Своим опытом поделятся наши гости, которых мы ждем с большим нетерпением, а также много интересного в постоянных рубриках «Красный чемодан» и «Фабрика идей». Всем доброго дня и... Поехали! Ракета города «Женщин» взлетела. И далее наша постоянная рубрика «Фабрика идей» с Ельиной Ким. Всем большой привет! Сегодня мы будем с вами снова творить, а именно мы будем делать, то есть, вернее, я покажу вам, как сделать такую поделку, чтобы ее смогла выполнить ваша дочка или сын самостоятельно. Ну, конечно же, под присмотром родителям. Итак, что же мы будем сегодня делать? А сегодня мы будем делать чехол для телефона или очков. Он у нас будет такой забавный, детский. И материалы, которые нам понадобятся, это фетр, бисер, иголки. Две иголки. Одна толстая, другая тонкая. Два контура. И также я приготовила вот такие заготовки. То есть вам нужно будет нарисовать любой рисунок, который вы хотели бы видеть на вашем чехле. Я сегодня сделала... у меня будет мороженка и облачко. Вот эти детали вам нужно будет вырезать и приложить к фетру. Обвести... Обвести детали. Чем ярче будут ваши цвета, тем веселее будет рисунок, соответственно. Итак, я обвела. Также нам понадобится телефон. Телефон мы уже заранее я обвела и сделала вот такой вот шаблон. Этот шаблон мы прикладываем в фетру. И чтобы у нас по краям, снизу и сверху, был по одному сантиметру. На шов оставляем. Затем с помощью подручных средств, я взяла такую крышечку, мы обводим края. Края у нас должны быть закругленные, так как у нас телефон тоже имеет закругленные края. Затем мы все детали должны вырезать. Для изготовления этой поделки не понадобится швейная машинка. Мы все сделаем руками. Шов у нас будет называться шаг вперед. То есть это такой шов, который может освоить даже мальчик. Девятилетний мой сын вчера попробовал, и у него получилось довольно-таки неплохо. Поэтому не бойтесь доверить это дело вашему ребенку. Также мы все детальки сейчас вырезаем, и мы отдельно каждую детальку будем пришивать на наш чехол. А затем этот чехол между собой будем тоже соединять, сшивать. То есть вы можете вечерком сесть с ребенком. Во-первых, совместное творчество сближает родителей и детей. Поэтому чем больше вы будете придумывать, тем больше будет радоваться ваш ребенок, и творить, и у вас будет у обоих хорошее настроение, и вы полезно проведете ваш вечер. Вы можете даже показать ребенку все этапы, и он может самостоятельно все это сделать. Поверьте мне. Итак, вот я все вырезала. И смотрите, вот эту вот детальку, это у нас как помадка на мороженом, мы сюда зашьем бисер разного цвета. То есть такие яркие цвета, чтобы это напоминало посыпку. Напоминало посыпку. И чтобы у нас наша аппликация была такая веселенькая. Смотрите, что у меня получилось. Сейчас все эти детали я буду сшивать при помощи иголки с ниткой. Мы берем иголочку. Вот смотрите, фетр, он такой цепкий материал. Я даже его не скрепляю иголочками, он сам самостоятельно держится на основе. И очень удобен, мне кажется, тем, что края там не лохматятся, ничего, да? Да, края не лохматятся, и вы сможете выбрать абсолютно любой рисунок. Допустим, если девочкам нравятся вот такие мимимишные рисунки, то для мальчика вы можете выбрать какую-то машинку или самолетик. Или ракеты, самолеты. Или же там покемоны, или ракеты, да? Мне кажется, сейчас пенал очень нужен, можно туда молнию проделать, да, и пенал получится. Так, значит, вот таким вот образом я буду сшивать, да, и я вот сейчас просто покажу вам. Значит, сейчас я здесь отрежу. Значит, начнем мы, после того, как мы сошьем все детальки, мы начнем обшивать нашу основу. Сначала, получается, с передней стороны, потом пойдем соединим две детальки, пойдем по кругу вот так, и затем будет с левой стороны. То есть сначала мы переднюю, переднюю сначала сошьем, потом обе одновременно, и потом заднюю стенку. Заднюю стенку обошьем. И у нас получится такой полноценный чехол, который вы сможете использовать как для телефона, так и для очков. Ну и, дорогие телезрители, не переключайтесь. В конце передачи я покажу итоги, что же у меня получилось. И объясню еще раз все этапы. Напомню. Это была фабрика «Идеи» с Юлианой Ким. А мы продолжаем наш эфир «Города женщин». И каждый человек приходит в этот мир, чтобы быть счастливым. А великое счастье – это быть родителем. В рубрике «О важном» к нам пришла погостить Диляра Чискидова, психолог, немедицинский психотерапевт, ведущая терапевтических групп психологического центра «Инсайт». Здравствуйте, Диляра. Прекрасно выглядите. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Мы сегодня решили затронуть такую важную тему, животрепещущую. Что же называют психологическим бесплодием? Да. Все, что врачи называют бесплодием неясного генеза или психогенным бесплодием, что же это такое на самом деле? На самом деле это такой большой внутриличностный конфликт внутри женщины. Что это значит? Это значит, что есть одна часть, которая этого ребенка очень хочет и ждет, ходит там по врачам, сдаёт анализы. Но есть и другая часть, которая по каким-то причинам этот ребенок пока не нужен, не важен, но она его не хочет. И эта часть неосознаваема. То есть она все время находится в тени. То есть нет такого, что женщина ходит и говорит, что, наверное, я все-таки не хочу ребенка. Как правило, это такое очень скрытое от нас же самих, такая часть. Но причины этого могут быть разные. Я вот выделяю три группы причин больших. Первая группа причин – это личностные причины. Это все, что женщина заработала, так скажем, при жизни. Ну вот прижизненный опыт, все, что она знает о беременности, все, что ей передавали родители. Очень часто, допустим, можно встречаться с установкой, что, не дай бог, в подоле принесешь. Это может очень сильно влиять на женщину. Либо девочка маленькая слышала, как это больно, вообще как это страшно, там, не знаю, рожать, и тогда у нее тоже страх откладывается. То есть это может быть и детский страх, да? То есть то, что она наслышала. Как правило, это очень часто бывает. Из детства эти страхи, да, то, что говорили родители. Потому что ребенок же, он воспринимает все некритично. То есть все, что говорится родителями, он принимает как данность. За веру, за истину. Да. Тогда это такие личностные причины, и с этими причинами разбираться гораздо проще, ну вот если с психологом говорить. Сюда же входит так называемая вторичная травматизация. Это что такое? Когда женщина уже имела, ну, какой-то опыт беременности, но он закончился, к сожалению, не очень удачно. Ну, там, допустим, замерзшая беременность, да, или выкидыш, да, или ребенок родился, но он родился, там, мертвым. И тогда женщина, она как будто бы уже боится этой ошибки, да, и накладывается уже. С этими страхами тоже можно работать. Это усугубляется еще тем, что очень часто женщине запрещают горевать, что ей говорят, ну, не плачь, не горюй, да, ты молодая, еще родишь. Это зажим эмоций, да, получается? Да, хотя на самом деле есть такое понятие в психологии, как работа горя, и психика должна отгоревать, чтобы быть готовой, ну, к чему-то новому, к новой жизни какой-то, она должна это отпустить. То есть если вот горюете, значит, надо прогоревать, это все проплакать, да? Да, есть определенные стадии прямо угоревания. Все, что могут делать близкие, это побыть в этот момент женщине, дать ей поплакать, попереживать. И если, ну, если это сложно, обычно мужчины этого не очень выносят, им очень сложно находиться с такой женщиной, да, отправляйте свою женщину к психологу, там точно ее не обесценят, она прогорюет там, да, и тогда она может быть готова уже к новой жизни. А вот эти вот консультации лучше вот вместе с такими же женщинами провести или лучше индивидуально заниматься? Как работаю я? Для начала мы делаем одну консультацию, она длится полтора-два часа, это диагностика. То есть полностью я интервьюирую женщину, мы спрашиваем, выясняем какие-то моменты, я обращаю внимание на то, как она рассказывает о своей беременности, это тоже очень важно, да, она может рассказывать, что я вот борюсь с проблемой, и тогда уже на первый план выходит проблема, а не самая беременность, да, допустим. Или я хочу забеременеть, и это такая идея фикс у женщины становится, и тогда она потом плохо представляет, а что такое материнство вообще дальше, ну, как будто бы нет этого опыта. Вот, и на это... То есть предельная цель, когда получается беременность, да? Да. Или я хочу испытать радость материнства, но тогда здесь вообще речи о ребенке не идет, то есть идет речь только про меня, ну, потому что я хочу испытать, да, этот опыт. В общем, это очень важные такие моменты, вот мы на все это смотрим, и потом вместе, ну, как бы диагностируем, и назначаем какие-то встречи, чтобы это все можно было решить. А, как с этим бороться? Вот как это? Да, какие методики вы применяете, вот когда к вам возвращаются? Ой, ну, разные. Я работаю вообще в интегративном подходе, это и арт-терапия очень хорошо работает с такими, ну, в таком подходе, это, естественно, и какая-то динамическая, динамические подходы, это и телесные практики очень много их, это и ментализация, визуализация, ну, то есть там много всего, какого-то специального техника. А что значит телесные практики? Телесные практики мы делаем, мы прям проживаем некий опыт. Иногда я даю девочкам прям поносить, прям, мы покупаем куколку, и она очень долго носит, имитируя процесс как будто бы вот вынашивания. Дальше мы смотрим, что происходит, да, когда она уже, ну, предстоит время родов, то есть это все очень символично же. А-а-а. Вот, поэтому, ну, вот с таким. Также, если возвращаться к группе причин, есть вторая группа причин, это семейные или системные, или родовые установки, это все, что передается нам по роду. Ничего себе, так много методов, да даже так, да? Да, и... Диляра, давайте мы об этом продолжим сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, после рекламы мы сразу продолжим. Сегодня в рубрике о важном мы подняли очень животрепещущую тему, это психологическое бесплодие. Сегодня у нас в гостях психолог Диляра Чискидова. У меня во время рекламы как раз возник очень такой вопрос, возможно, он немножко щепетильный, да? Вот я человек, который не сталкивался с такой проблемой, возможно, мне сложно понять, что вот такое нечто психологическое настолько сильно может влиять на физиологию. Много ли таких, как я? Как вы это вот пропагандируете в массы, вот эту вот ликвидацию безграмотности такой? Ну, да, потому что пока человек с этим не сталкивается, ему правда сложно вам что-то поверить, но вот по статистике Всемирной Ассоциации Здравоохранения только 30% медицинских показателей, да, связанных именно со здоровьем у женщин, 30% это со здоровьем у мужчин, все остальное это вот про то, что что-то там психологически происходит внутри женщины, да, то, что ей не позволяет выносить. Это так и диагностируют, да, вот психологическое? Да, то есть психологическое бесплодие, так его называют, или психогенное бесплодие, в общем, все, что непонятно, почему женщина обследуется, у нее все хорошо, мужчина обследуется, все хорошо, но что-то у них не получается, да, очень много. А вот подготовка к появлению ребенка, это все равно, что подготовка кардинально поменять свою жизнь, это надо менять и образ жизни, и привычки. Может, причина в недостаточной уверенности вот того, что женщина хочет от этого ребенка? Вы знаете, то, что вы говорите, это важно, потому что иногда этому придается очень большое значение, что с появлением ребенка моя жизнь кардинально изменится, да, и моя жизнь мне не будет принадлежать. Опять же, эта установка очень, ну, так она очень тянется давно, это установка от наших прабабушек, когда они выходили очень рано замуж, и сразу же рожали, да, и рожали не по одному ребенку, и не по два. Подряд. Подряд, да, и тогда понятно, что у молодой девушки заканчивалась жизнь, да, но если посмотреть на наше общество сейчас, что нам предлагает вообще рынок и материнство, да, и поддержки материнства, то жизнь меняется, конечно, она меняется кардинально, но женщина все равно остается в своей жизни, да, то есть вот этот страх, он может тоже, кстати, влиять на то, чтобы женщина не готова была рожать. А вообще, вот, приходя к вам, вот, в ваш центр, вот, женщина что должна сказать, а как обычно приходят, вот, по одному приходят, или с мужем, с подругой? По-разному приходят, приходят, у меня, в частности, в моей практике приходят, конечно, по одному, но у нас есть и специалисты по семейным системным расстановкам, и тогда могут приходить парами, да, чтобы посмотреть, могут приходить прям семьями, такое тоже, тоже практикуем, потому что это важно посмотреть, что в семейной системе происходит. Вот, ну, мы работаем со всем, и личностные консультации у нас есть, и семейные консультации, да, также влияет и перинатальный опыт, это то, как носила вас ваша мама, вообще, как она проживала эту беременность, да, что она, что она же там думала, что она ждала, в общем, весь этот опыт, который длится от зачатия и до примерно, ну, вот, 2-3 года где-то, да. Потому что раньше тоже была частая история, когда детей очень рано отдавали вот в эти садики, садики такие пятидневки, я с лесатами назывались, ну, такой мини-дом ребенка, да, это тоже очень травматично, потому что с ребенком, конечно, желательно побыть, ну, хотя бы до 3 лет, чтобы вот сформировалось, да, это его ядро личности. Вот ваша коллега приходила до вас, говорила то, что до 3 лет нельзя от себя отпускать. Да, потому что формируется базовое доверие к миру. Диляра, у нас сегодня в связи с днем космонавтов и небольшая игра. Давайте посмотрим вместе, дорогие телезрители, вы тоже поучаствуете. Вот, у нас фотография. Угадать, кто это? Я подозреваю, что это прекрасный мужчина Юрий Гагарин. Угу, кем он был? Первый космонавт. Вы абсолютно правы, Диляра, это Юрий Алексеевич Гагарин. И в 1961 году, именно в этот день, 12 апреля, он первый человек, который полетел в космос и облетел нашу Землю один раз. Полет его длился, оказывается, 1 час 48 минут. Вот такой вот интересный факт. Спасибо, Диляра, за то, что посетили нашу студию. Обязательно приходите к нам еще. Спасибо, что пригласили. А далее, дорогие телезрители, давайте посмотрим сюжет, который подготовила Маргарита Макарова. Как же поднять себе настроение? Порой каждому из нас хочется добавить в нашу жизнь немного красок. И сделать это можно с помощью вещей от скуки. Они яркие, красивые и отлично поднимают настроение. И именно о них мы узнаем сегодня чуть больше. Психологами давно доказано, что окружающие нас предметы могут влиять на расположение духа. Поэтому за позитивными эмоциями можно отправиться в магазин Моди, а заодно и узнать, что же сейчас актуально. В Моди розовые оттенки, также ментоловые, очень яркие принты сейчас, красные, синие цвета тоже модными являются. В декоре всего помещения, то есть это может быть ванная комната, кухня, зал. И здесь вы можете найти все, что угодно в любой уголок своего дома. И, конечно же, подарки близким. Это такая интересная баночка. Ее можно использовать как сахарницу или для соли и специй. Тематики такие скандинавские интересные. Керамика очень ценной является, потому что она натуральная, прочная. Для вечеринок, для праздников, дней рождений. Различные есть топперы, воздушные шары, какие-то интересные гирлянды бумажные. Они тоже могут стать акцентом в вашем празднике, в вашем мероприятии и добавить яркости и блеска к празднику. Когда вы приходите с работы домой, вечером уставший, вам хочется отдохнуть. И наши вещи, они разбавляют атмосферу в доме, они поднимают ваше настроение. Серые, рутинные дни, будни, они разглаживаются. Очень классно посмотреть на что-то необычное, что-то яркое. Улыбнуться, вспомнить, кто тебе это подарил или для чего ты это себе приобрел. Поднять настроение – очень здорово. Дизайнеры фирмы Моди разрабатывают постоянно новые коллекции, новые цветовые решения, новые яркие какие-то принты придумывают. Знали ли вы, что ароматы так же, как и цвета, влияют на наше настроение? Поэтому свечи – отличный вариант, который украсит любой интерьер. Да, вдохновение таится в мелочах. Можно разнообразить свои канцелярские принадлежности интересными яркими ручками, карандашами и блокнотами, забавными космозверятами, которые точно удивят вас и ваших ребятишек. Есть QR-код, который можно навести через приложение Humanizer в телефоне, и эти звери начнут оживать. Это очень здорово, круто. Дети очень любят играть с этими приложениями, с этими животными и приобретать такие интересные вещи. Каждая девушка с нетерпением ждет лето. Можно заранее обзавестись модным купальником, защитить свои глаза от яркого солнца, найти красивые лежаки и, конечно, не стоит забывать о погодных сюрпризах. Большинство мужчин обожают полезную электронику, а женщины могут часами выбирать косметику, аксессуары и бижутерию. Все-таки так мало надо нам для хорошего настроения. Вот такими интересными и необычными вещами можно разнообразить нашу жизнь. Делайте покупки с удовольствием. Я поняла, что мне тоже нужно скачать это приложение, чтобы оживить этих животных на забавных юмонайзерах. А мы продолжаем наш эфир, мы едем дальше. И наша рубрика «Красный чемодан». Приветствую вас, мои дорогие любители приключений. С вами Катя Кириллина и постоянная рубрика «Красный чемодан», где мы с вами учимся быть финансово грамотными и регулярно путешествовать. Напоминаю, что две наши семьи, которые принимают участие в проекте, выполняя небольшие, очень простые выполнения задания еженедельно, накапливают по 2500 рублей. Цель у нас накопить 100 тысяч рублей на путешествия мечты. Интересно, а сейчас сколько стало? Вы считали? Мы считали. Идет немножко в разнобой. У меня накопилось 77 500. Кстати, я тоже сама лично накапливаю. И этот призовой фонд будет либо победителю одному, либо если они будут поровну накоплены, эти суммы, мы разделим их на две семьи. Какой классный бонус. Это был подарок от нас. У меня накопилось 77 500 рублей, у Лонгиновых 70. 5 тысяч. Они пропустили одну неделю. 72 500. Немножко так в разнобой, но в целом мы на одном уровне идем. Это очень здорово. Напоминаю, что задания у нас состоят из четырех шагов, которые нужно выполнять каждую неделю. Они предельно просты. Позвольте мне их напомнить. Первое – это заплати самому себе в первую очередь. То есть мы откладываем из основного дохода своего. Это зарплата, стипендия, пособия, все что угодно. Пенсия это может быть. Как только получили, отложили в копилочку 2500 рублей. Эти суммы тут может быть совершенно любая, под ваш вкус, под ваши возможности, под требования семьи. Может быть состав семьи также у каждого может быть разный. Второй у нас подход. Это у нас поиск возможностей дополнительного дохода. Это может быть монетизация каких-то ваших навыков, умений, талантов. Может быть, почему нет, да? Либо вы можете как-то научиться чему-то новому и научиться этим оперировать так, чтобы у вас возникли какие-то свободные денюжки. Также сюда я бы хотела отнести такие способы дополнительного дохода. Например, как даже таксовать вечером по пятницам, почему нет. Если вы считаете, что у вас минимум талантов, можно будет, допустим, взять машинку и выехать вечером, там подзаработать небольших деньжат. Такая мотивация раскрыть в себе новый талант. Да. Сюда же, кстати, вот сейчас очень актуальная, острая тема – налоговые вычеты. Если вы покупали недвижимость, либо получали медицинские услуги, покупали какие-то образовательные услуги платные, да, пожалуйста, сохраняйте все чеки, договоры, все платежные документы. И по итогам прошедшего периода отчетного, да, вы можете подать в налоговую службу на вычет по этим выплатам. То есть там выплачивается до 13 процентов, можно будет получать из ваших оплаченных налогов вычет. Следующий шаг – это у нас экономия. Об этом я расскажу вкратце. В последующих выпусках это будет более такой детальный подход. То есть мы относимся бережно к своим средствам. Это я называю уважение к своему труду. То есть мы трудимся, чтобы зарабатывать деньги, и ни в коем случае не имеем права себе позволить тратить их бездумно, на мой взгляд. Если у вас есть какие-то цели, какие-то задачи, которые вы ставите перед собой, ну, то же самое путешествовать регулярно, да, то есть пойти сегодня покушать объезд в кафешке, или все-таки через, допустим, полгода полететь куда-нибудь там в путешествие мечты. И задумайтесь об этом. И четвертый шаг, который предстоит нашим участникам, вам в том числе, кстати, дорогие телезрители, если вы увидели нас только, что самое время к нам присоединиться. И четвертый шаг – это расхламление. Не загружайте пространство вокруг себя, физическое в том числе, да, какими-то лишними вещами. То есть это может быть сезонная одежда, это может быть какие-то гаджеты, посуда, все что угодно, книжки, да. От этого лучше избавляться, можно их распродавать как раз-таки с большой скид, на всяких порталах и сайтах. Тоже источник, скажем так, дополнительного дохода, который вы можете от 2500 заработок отложить в копилочку мечты. А сейчас мы перейдем, наверное, на рекламку. После нее я расскажу, как справились с заданием наши дорогие Лонгиновы и Мильвид. И мы увидим, опять же, от них очередное умилительное видео. Увидимся после рекламы. Привет всем еще раз. С вами «Город женщин», рубрика «Красный чемодан». И сейчас я хочу вас пригласить посмотреть, как же справились и какое задание выбрали наши участники проекта «Красный чемодан». Лонгиновы и Мильвид. Всем привет. Заданием этой недели... Привет. Было расслабление. Очень кстати. Потому что произошла семена сезонов, и это стала их причиной разобрать все зимние вещи. Те вещи, которые в следующем сезоне нам не понадобятся, мы выставили на продажу. Использовали различные источники, странички в социальных сетях и в специальные сайты. Нужная сумма положена на счет. Апрель, апрель, на дворе звенит капель. По полям бекут ручьи, на дорогах лужи. Наступила весна, пора обновлять детям гардероб. Они очень быстро растут, и надо все время покупать новую одежду. Пользуясь приложением товаров за скидкой, мы покупаем иногда из своих детей очень хорошие вещи по приемлемой цене. Чему мы очень рады. Вот так бодренько и интересно подходят к заданиям наши участники. Это, мне кажется, ты раскрываешь талант продажника. Есть также, да. Можно выработать в себе такой навык и использовать его в повседневной жизни. И зато путешествовать регулярно тогда, когда вы хотите. Итак, задание следующей недели. Дорогие телезрители, вы можете к нам также присоединиться. Я приглашаю вас найти способ дополнительного дохода, выручить 2500 рублей и сложить в копилку мечты. А мы едем дальше. Я хочу пригласить в студию прекрасную Лию Григорьеву, эксперта в индустрии красоты, предприниматель. Прошу, Лия. Добрый день. Добрый день. Прекрасные девушки. Прекрасно выглядеть. Здравствуйте. Мы вас давно ждали у нас в студии. Очень приятно. Спасибо, что пригласили. Лия, еще раз приветствую. Хочу пригласить вас немножко рассказать о себе, о своей семье, где вы живете, чем занимаетесь. Ну, вкратце. Мы из Якутска. Уже года два с половиной, как переехали в Москву, всей семьей, вместе с детьми, с мамой, которая нам в этом очень хорошо помогает. Без нее бы мы, наверное, не справились. Это, я думаю, главный секрет нашего все-таки удачного переезда. Бабушки наши все. Бабушки наши однозначно все. Это великая помощь. Я думаю, здесь невозможно переоценить. У вас две дочки. Да. Сколько им лет? 12 и 16. Сложно ли дался психологически, может быть, для девочек переезд? Поискли аспект. Ну, в какой-то момент действительно были сложности, они просились. Это было первые полгода. Просились обратно друзьям, знакомую среду, потому что там все иначе, другой менталитет. Лев, мы знаем, что как вообще решиться? Вы же здесь были, ну, сложилась у вас жизнь, особый такой, ну, уклад своеобразный. Дети уже почти взрослые, подростки. Как вот решиться все бросить и уехать в другой город? Поменять все на 180 градусов. Катализатором, наверное, была все-таки температура, да? То есть мы однажды построили дом большой, комфортный, и в ту зиму, когда мы переехали в этот дом, однажды у нас не открылась входная дверь. Ау, здесь, в Якутске, замерзла. Ну, почва ходила, дверь осела и так далее. Ну, то есть это все объяснимо, и благо все были дома. И я просто представила, что пришел ребенок со школы, не смог открыть входную дверь. Ну, меня просто это очень сильно напугало. И вот с этой мыслью постепенно пришло осознание, что есть более теплые, комфортные условия. Скажем, не на выживание. Но, тем не менее, не это было главным. Главным было, когда мы провели неделю с мужем в Москве, и Москва нам повернулась абсолютно другой стороной. Показалось, да, мы увидели ее иначе. Не так, как видели ее до этого. Суетливый, грязный, злой какой-то там, все про деньги. Нет, мы увидели совсем другую сторону. Это культура, это добро. И высокий уровень, наверное, условий жизни, конечно. И вот именно доброты. Я даже не могу это другим словом называть. Ея, можно спросить вопрос? А вот когда вы переезжали, с какими трудностями вы столкнулись? Ведь не сразу же все было так. Со своими розовыми очками. Со своими розовыми очками. То есть нам казалось, что поскольку мы состоялись в Якутске, да, то есть мы уже мастера, я мастер красоты, муж фитнес-тренер. И вот нам казалось, что раз мы состоялись в Якутске, мы, в принципе, будем... То есть вам казалось, что будет легче, чем оказалось. Там, и это было так в начале, в тот недельный отпуск, который мы провели в Москве. Но, как выяснилось, мы ошибались. Этого недостаточно. В Москве необходима презентация, самопрезентация. Необходимо заявлять о своих услугах высокого качества, презентовать грамотно, не навязывая. Так, чтобы люди доверились и как можно больше людей узнало. А вот для переезда, вот вы не одна, вы всей семьей. Все-таки какая-то финансовая подушка же должна быть. Конечно, конечно. Как все это распланировать, расписать, может, как вы это делали? Наш опыт будет не самый, наверное, показательный, потому что у нас все было спонтанно и, скажем так, налажено. То есть у нас не было стрессовых ситуаций, таких, которые прям надо было преодолевать. У нас состоялось, у нас была подушка безопасности финансовая, и благодаря ей у нас произошел более-менее безболезненный переезд. Вы сразу прям всей толпой переехали? Сразу всей толпой, да. Муж еще завершал здесь дела, приехал в октябре, мы поехали в августе. То есть в июле мы провели отпуск, в августе мы переехали. В общем, это было очень резкое решение, резкое... И вы считаете это как раз-таки правильно? Просто я слышала, что при переезде иногда переезжает сначала мама с папой, детки пока тут доучиваются, например, условно, да? Либо как-то кучу подготавливают мама с папой в большом городе, например. Это индивидуально. То есть, конечно, создать комфорт для детей, это очень важно, да? И кто так делает, я их понимаю, и, возможно, жаль, что мы так не поступили. Возможно. Но дети бы все равно преодолевали эти трудности, именно... Рано или поздно, да? ...связанные с новым окружением, с новой ментальностью. Единственное, что мы учли, это то, что маленький город не должен был превратиться для них в громадный. То есть, это школа во дворе дома, да, чтобы без транспорта, чтобы учителя понимали, откуда дети приехали. Ну, и то есть, мы подобрали школу таким образом, что все сложилось. Давайте посмотрим ваши фотографии. Вот прокомментируйте, пожалуйста, что это за медали. А это у нас старшая Надюша, она... Победы. Да, в первые полгода она пошла на академическую греблю, физически подготовленный. О, какой оригинальный вид спорта. Да, ее заметил учитель физкультуры, ее физическую подготовку, ну, поскольку папа тренер. Вот, и она в первые же полгода вошла в первенство Москвы, занимала призовые места. Какой молодец. Также они вместе ходили с младшей на танцы, вы видите, и, ну, из Москвы удобно путешествовать. А вот детям вообще было сложно в этом адаптации, особенно неславянским детям? Бывают же сложности. На самом деле это, наверное, миф. Я к этому так отношусь. Первое время они, старшая переживала, что кто-то не так посмотрел, но потом она поняла, что, в принципе, всем все равно, потому что Москва большой город, текучий город. Если самому на этом не акцентировать внимание, то, что я такая другая, да, например? Ну, там даже если кто-то и акцентирует на этом внимание, очень быстро приходит понимание, что это не так. Что секунду ты с человеком общаешься, на следующую ты ее вряд ли в жизни когда-то увидишь. И у детей есть в менталитете вот эта скоротечность. То есть в классе они тоже особо никого не обсуждают, не зацикливаются, да, и хорошее, доброе расположение всегда оценится. Поэтому... А как вы им сказали детям, что вы переезжаете, все? Ну, конечно же, с положительной все точки зрения. Помните, как было в Москве? Помните, как это? Ой, классно было бы, если бы мы переехали. И они такие, да, да, ну так вот. И на такой позитивной ноте вы полетели. Мы полетели. И я вот как родители, да, наверное, вы сможете сказать, что как жизнь в Якутске отличается от жизни в Москве материально. Практикуете ли вы какие-то инструменты финансовой грамотности, прививаете ли вы детям? Конечно, да. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Мне нравится в Москве, что вот дети, они очень осознанные. То есть у московских детей нет такого, что, ну, бездумные покупки, скажем. Они осознают, что им надо, что им не надо. А вы учите девочек экономить, там, относиться бережливым к средствам? Нет, экономить нет. Я думаю, что это как раз-таки путь в, ну, кармически или как-то, да, подсознательно. Когда мы высчитываем расходы, мы на них зацикливаемся. И у нас каждый, ну, каждый раз мы думаем расход, 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 и его притягиваем. У нас все расходы растут. Ну, это мне так кажется. То есть психологический такой аспект, да? Ну, я так думаю. Возможно, я не права. Ну, лично это моя история. А сколько вы, какую сумму выделяете детям в сутки? Есть какая-то определенная? Нет, это зависит от них. Если им нужна какая-то сумма, они знают, что для этого нужно сделать. И у нас есть, скажем, доход, у них, если им нужны деньги, они должны что-то сделать, чтобы получить эти деньги. То есть практически контракт такой, да, там, помыть посуду? Нет, нет, бытовое это прям обязанности. Учеба, быт это обязанности. Для того, чтобы им заработать деньги, старший, например, отвечает у меня на директ в Инстаграм. Ничего. То есть они администратор ваш, да? Да, она, ну, там еще есть ассистенты, но у нее тоже есть доля, скажем так, да, на которой она отвечает. И вот она знает, что у нее есть условия, при которых она может увеличить этот доход. То есть он ежедневно, ну, как, скажем так, карманные деньги, но при этом у нее есть премии, бонусы, если она что-то сделает. Реальный договор. Ну, младшенькая, например, старшей сестры, мне кажется. Младшая уже пытается, но мы пока на, ну, она очень любит, там, одежду, вот такое, да, наряды. То есть такой индивидуальный подход к каждому ребенку. Пока у нее гардеробная часть. И у нас для вас тоже игра небольшая. Вот давайте внимание на экран. Кто же это? Ой, Валентина Терешкова, что ли? Да, правильно, это у нас первая женщина-космонавта. Да, я так рада, что я сказала. Она была первая женщина-космонавта, женщина, которая совершила полет в одиночку, то есть без команды. И есть интересный факт о ней, да, о котором некоторые не знали, ну, даже многие, что при посадке были постановочные съемки. То есть снимали ее посадку на второй день, потому что первый день она приземлилась не совсем удачно и очень хорошо себя чувствовала. Вы об этом знали, Илья? Потом, знаете, еще интересный факт, то что благодаря Валентине Терешковой у нас вот отпуск по уходу за ребенком полтора года оплачиваем теперь. Здорово. Здорово, да? А теперь далее короткая реклама, дорогие телезрители. Здорово, дорогие телезрители. Оказывается, эти камни в Древнем Египте считались, вот, то, что если у владельца дарить таким камнем, он будет читать мысли даже. Даже. И предвидеть будущее. Ничего себе. А Колумбия на сегодня является самым известным источником темно-зеленых камней. А вот залежи имеются во многих странах мира. Последние десятилетия производство увеличилось в результате обнаруженных месторождений в Южной Африке и по всей Европе. Ничего себе. Вот не зря все-таки любовь к зеленым камням была с детства у меня, да? Дорогие телезрители, мы напоминаем, что мы сегодня запускаем свою внутреннюю ракету и говорим о том, как же поменять свою жизнь на 180 градусов практически в один момент. Об этом давайте послушаем опыт нашей следующей гости. К нам пришла путешественница, умница-красавица Ивана Павлова. Здравствуйте, Ивана. Привет, Ивана. Добрый день. Мы очень рады, что поймали вас в Якутске. Знаем, что вы человек мира практически. И в один момент, как же вы решились и когда это было купить билет в один конец? На самом деле, начнем, наверное, скорее всего со студенческих годов, да, когда я поступила в Москву. У меня открылись большие возможности путешествовать, да, ближе уже с Москвы. И зародилась вот эта вот любовь к путешествиям, к освоению каких-то новых границ. Новых границ, да. В общем, появилась мотивация к путешествию, работать и стремиться вот к этому. И после уже обучения, да, то есть когда я получила свой диплом, у меня появилось время, я решила это время... Посвятить полностью путешествиям. Посвятить, да, полностью путешествиям, да. А кто вы по специальности? По специальности я специалист по рекламе и связям с общественностью. То есть вы особо так к месту не привязаны, да? Я, да, не привязана, поэтому у меня есть возможность работать удаленно. И, конечно, моя специальность, она очень мне помогла. Помните же свой первый билет? Это как направление куда было? Если считать вот с тех времен, как я начала уже путешествовать чаще, да, это было два года назад, это был билет в Индию. Ага. И тот самый билет в Индию, скорее всего, он духовно меня очень изменил. Абхакчу. Да, я научилась жить иначе, можно так сказать, да, я научилась быть в гармонии с собой. И все у меня пошло очень плавно, спокойно и успешно. Эту зиму ты провела в Индии как раз таки. Да, как раз таки. Расскажи об этой прекрасной стране, что там тебя цепляет, так что ты вот возвращаешься и возвращаешься. В любом моем путешествии, да, я нисколько смотрю на внешнюю составляющую страны, то есть там на природу или что-либо еще. А для меня очень важны отношения людей и нации ко мне. То есть как они относятся ко мне, какие их намерения, да, потому что в некоторых странах туристов чаще всего пытаются обмануть, да, или что-то протообретить. Зачем вас покорили? Да, этот народ, скорее всего, на мой взгляд, они верят в карму, да, большинство из них, конечно, и они стараются сделать добро. И как, если ты открылась в этой стране, то если ты с хорошими, добрыми намерениями приехала, и с хорошими мыслями, то я могу уверенно утверждать, что все будет хорошо, и в ответ вы получите то же самое еще и вдвойне. Вот, Индия помогла мне найти себя, можно даже так сказать, духовно. Следующее ваше направление. Уже куплен билет? Билет у меня куплен, да, в Турцию, в Каппадокию. Это тоже очень энергетически сильное место для меня, стоит на втором плане после Индии. Это место, где мои желания и мои цели, они воплощаются очень быстро и успешно. А как вы планируете свои финансы, вот, для путешествий? Ну, так как у меня есть возможность работать удаленно, и очень сильная мотивация, да, чтобы жить и иметь возможность путешествовать, вот так вот. Я, у меня есть пару проектов, которые как раз-таки работают... На исполнение твоей мечты, скажем так. Да, да, где бы я ни находилась в эту минуту. А билеты вы за сколько покупаете? Как раз-таки Индия научила меня не планировать заранее, потому что, если раньше я знала, где я точно буду через три месяца или через полгода, то сейчас, после череды событий в Индии некоторых, да, с нашим авиаперелетом, Индия научила меня не планировать заранее. Все-таки я планирую максимум за месяц, за два. На самом деле, на данный период, на данном этапе моей жизни у меня в планах вот так. Если у меня в голове зародилось желание поехать куда-либо, я стараюсь воплотить это, потому что от этого я получаю огромную энергию. А сейчас, получается, какие у вас цели, планы или мечты? В планах посетить еще больше стран, пока я, как бы, у меня ничего пока не держит, да, грубо говоря. Вы пока не семейная, вы не замуж, у меня нет детей. У меня есть образование, у меня есть любимое мое дело, и я хочу посвятить вот эти вот годы на самообразование. Это стало, скажем так, образом жизни, да, получается? Да, на самом деле, к этому очень быстро можно привыкнуть. А в родную Якутию как часто возвращаешься? Очень часто возвращаюсь в Якутию, потому что я очень люблю свою родину, я питаюсь энергией огромной, потому что я очень скучаю по ней. Скучаю по холодам, вот, вот этой зимой, несмотря на то, что я провела все лето, ну, всю зиму, получается, в жарком климате, все равно мои гены, видимо, меня зовут, и я очень скучаю, приезжаю сюда чаще. Сегодня погода для вас. Да, сегодня выпал снег, очень приятно, я думаю, меня Якутия провожает снегом. То есть вы, получается, что выбираете странный, не для того, чтобы увидеть какие-то достопримечательности, например, Эльфева башня, да, или статус свободы, а именно чтобы насытиться духовно, или чтобы у вас что-то поменялось, чтобы вы учились, сама развивались. Я всегда, куда-либо я бы не поехала, я еду с открытым сердцем, то есть я хочу полностью впитать всю вот эту вот энергию, поэтому я не люблю ездить на 3-4 дня, то есть мне нужно побыть, я люблю изучать языки, я люблю стараться, да, говорить с ними на их родном языке. Ивана, сегодня прям погода для вас, и день для вас, сегодня день авиации и космонавтики, и у нас небольшая игра для вас, как для всех наших гостей, давайте внимание на экран. Кто же это? Подсказка, сегодня день космонавтики. Я вот тоже, когда готовилась к эфиру, если честно, вот это лицо мне было не очень знакомым, я покопалась, его биография, акация его зовут Олег Каноненко, герой Российской Федерации, космонавт, очень интересна у него деятельность, и он примечательен как раз таки тем, что он впервые вообще в истории человечества вывез якутский хамус прямо в космическую орбиту. И сыграл на нем пару, да, в прекрасном звуках хамуса прозвучало в открытом космосе. Очень интересно, да. Здорово. Спасибо большое Ивана, что посетили нашу студию, мы, что поделились своей энергетикой, энергией. Спасибо вам за приглашение. Все вам доброго. А далее итоги фабрики идеи Селяны Ким. Итак, дорогие друзья, я хотела показать, что у меня получилось, вот такой вот замечательный чехол. Мы можем его использовать для телефона или для очков. Смотрите, они так помещаются у нас. То есть это такая поделка, которую сможет сделать ваш ребенок самостоятельно, ну, естественно, под вашим присмотром. И я думаю, что с данной поделкой справится абсолютно любой ребенок, будь то девочка или мальчик. И вы можете выбирать любые рисунки, если у вас мальчик, соответственно, с машинками, либо же какими-то покемонами. А если девочка, то с такими мимимишными персонажами. Вот для того, чтобы изготовить данный чехол, нам понадобился такой материал, называется фетр. Фетр бывает плотный, бывает тонкий. Для основы я использовала плотный фетр, а для деталей тонкий. И также нанесла глазки и ротик при помощи специального контура по ткани, который при высыхании потом можно будет стирать. И также нашила вот такие маленькие бисеринки, видно, не знаю, на камере или нет, они очень так блестят, переливаются. Да, и еще забыла, что вот во время передачи еще сделала еще один чехольчик, тут уже я поместила облачко. Давай-ка, подойдем, да? Облачко, но я его не успела вот здесь, видите, сверху дошить. Здесь вот так по краям у нас должно быть обшито все. Красота! Да, смотрите, тут у нас облачко сегодня, как раз снег пошел, и у Юлианы дождь. И тут тоже осадки, да? Очень веселые. Осадки у нас везде. Ну, мне кажется, очень классно, и прям за пять минут ты его сделала, да? Ну, как за пять минут, за передачу. Юлиана, откуда ты берешь идеи столько, а каждый раз у тебя разное? Спасибо, я очень много времени уделяю на подготовку передач, конечно же, каждый раз, иногда что-то делаю, даже впервые. И разное, ну, изучаю разные техники, и вот все время ищу, чтобы показать нашим телезрителям именно такое вот, что я еще не показывала. Чтобы чем-то умеет. Ты сама даже частенько не делала, да? Да, да, да. И данные подделки мы потом делаем с девочками на наших курсах рукоделия, в моей студии Handmade. Вот сегодня мы говорили о том, как поменять свою жизнь на 180 градусов. Я, кстати, хотела еще сказать, не успела. Действительно, я тоже поменяла свою жизнь на 180 градусов, потому что я была обычным юристом, офисным работником, да. И у меня все равно в душе все лежало вот к творчеству. И вот благодаря передаче, можно так сказать, что я изменила свою жизнь на 180 градусов, и сейчас абсолютно довольна тем, чем я занимаюсь. Я люблю свою работу. Вот слушая такие истории, истории наших гостей сегодня, хочется вдохновляться, прям пишите нам, дорогие зрители. Не стоять не мисс, а именно по зову души и делать то, что вам нравится. Давайте расширять свои горизонты, тогда и возможностей, мне кажется, будет больше у всех у нас. Согласны, девочки? Обязательно пишите нам на нашу страницу в Инстаграме, подписывайтесь на наш YouTube-канал НВК. Смотрите «Город женщин». Всем пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова